Приветствую вас, друзья! С вами Тони Мосс. Сегодня мы продолжаем курс диджеинга и речь у нас пойдет о программе Рекордбокс. Данное программное обеспечение позволяет подготовить треки к вашему выступлению. И результатом будет являться подготовка плейлиста. И самое главное, данная программа позволяет полностью раскрыть технические возможности оборудования PIONEER. Так как если вы скинете треки привычным образом в папку с музыкой на флешку, то, к сожалению, многие возможности не будут доступны. Если же использовать эту программу для подготовки музыки и создать плейлист, то полностью все возможности CD-проигрывателей будут доступны. Это очень-очень большой плюс в ваших выступлениях. Итак, перейдем непосредственно к рассмотрению программы. Поехали! Вот я открыл эту программу обеспечения. Это окно. Соответственно, его можно поделить на три области. Вот здесь, в этой части, мы видим наши плейлисты. Плюс проводник. Это для Windows будет удобно здесь искать те папки, в которых у вас хранится музыка. И если вы работаете на Mac, то очень удобно работать с iTunes, потому что все плейлисты, которые у вас находятся в iTunes, легко синхронизируются с Rekordbox. И то есть все, что вы слушали в iPhone, то можно будет перенести для того, чтобы играть в своих выступлениях и уже работать с этими плейлистами. Это может несколько сэкономить время. Далее здесь у нас устройство. Это флешка, которая у вас подключена. И на нее, собственно, и будет переноситься плейлист, который мы с вами подготовим. История. Ну, это все плейлисты или треки, которые вы играли за какой-то период времени, можно здесь посмотреть. Честно сказать, я редко этим пользуюсь. И большинство работы проводится, конечно, вот в конкретном плейлисте. Я не ставлю сегодня задачу подробно рассмотреть каждую кнопку, потому что здесь очень-очень много функций. Я лишь хочу показать то, что действительно применимо на практике и то, что будет вам реально полезно в ваших выступлениях. Итак, для того, чтобы нам начать работу, вот здесь мы создаем новый плейлист. В списке воспроизведения. Здесь у меня плейлисты, которые я играл ранее. И вот тут можно нажать плюсик и дать название новому плейлисту. Допустим, это будет сет 1. Музыку сюда можно перекинуть несколькими способами. Либо через проводник, либо через iTunes, если у вас Mac. Ну, или если вы на Windows пользуетесь iTunes, у вас плейлисты. Не суть. Я предпочитаю это делать самым простым способом. Просто перенести папку, перетащить ее. Вот у меня есть музыка, сет 1, вот мои треки. Я их могу выделить и забросить сюда. Так, что-то здесь не понравилось. Ему можно при помощи клавиши Delete удалить. Вот треки. Соответственно, он их проанализировал. И здесь у нас отображается визуальная часть. То есть мы можем видеть сразу, где динамика выше, пики возрастают, где динамика ниже. То есть это Breakdown. То здесь пики ниже. Ну, это очевидно. При нажатии в определенное место трек сразу начинает играть. Ну, таким образом вы сразу можете быстро понять вообще, о чем речь идет в треке, если вы, допустим, работаете с новым материалом. Это очень-очень удобно. Здесь также отображаются порядковый номер, название, скорость проигрывания, исполнитель, альбом. И вы можете ставить рейтинг. Для того, чтобы в дальнейшем более быстро можно было эти треки расставлять по рейтингу. А не по, скажем там, скорости и другим критериям. Далее. Здесь, значит, мы выясним у нас окно, касающееся всего, что можно делать с треками, папками и прочими этими вещами. Здесь мы работаем с конкретным плейлистом. А вот здесь рабочая область, которая эмулирует оборудование Pioner. То есть здесь есть все кнопки Cue, Play, In, Out. Вот это для петли, Memory можно расставлять метки. Здесь мастер темпа и прочее, и прочее, и прочее. Сейчас об этом поговорим. И вся работа основная, естественно, будет проводиться в этом окне. С чего начать? Я предпочитаю составлять плейлист именно с порядка треков, а потом уже делать всю остальную работу. Итак, в зависимости от того, в какое время у вас выступление, где вы играете и прочее, и прочее, и прочее, нужно понять и спрогнозировать, каким образом у вас будет выстраиваться выступление. И уже треки подобрать такого плана, который, ну скажем так, зайдут. И порядок, естественно, будет зависеть от того, как вы планируете выстроить свое выступление. Я предпочитаю начинать с чего-то более лайтового и дальше делать акцент на более такие, ну скажем так, качевые треки. Вот. Ну здесь я выбрал, скажем так, треки на одном динамическом уровне, а не примерно одного формата. Ну и все равно можно выделить что-то более-более качевое или менее качевое. Я прослушиваю их сразу в дропах, то есть в самых качевых частях. Ну, например, вот этот я бы поставил первым, как он сейчас есть. Дальше поставил вот этот. Менять порядок можно просто перетаскивать треки, ничего сложного здесь нет. Ну вот этот поставил третьим, этот последний. Вот. И когда порядок у нас определен, то, соответственно, можем продолжать работать дальше. В чем будет заключаться эта самая работа? Вот здесь есть окно информации, его можно убирать, чтобы видеть больше вот этих полей. Кстати, забыл сказать, вот здесь появилось окно тональность. Также можно сортировать и по этому критерию, в том числе. Ну так вот. Дальше все очень легко. Вот этот трек первый мы перетаскиваем в верхнюю часть. То есть это как бы CD-дека 1, это CD-дека 2. Ну, как бы два проигрывателя здесь симулируются. А и B. Далее вот этот трек мы перетаскиваем в проигрыватель B. И у нас здесь видно, как они состыковываются друг с другом. Вот здесь можно менять масштаб. Для того, чтобы видеть больший диапазон трека. Клавиши Sync позволяют их синхронизировать как по темпу, так и по битам. То есть они автоматически состыковываются. Вот они идут оба вместе. Для чего все это нужно? Это нужно для того, чтобы, во-первых, выстроить правильно сетку. То есть обратите внимание, что вот здесь у нас есть такие черточки. Красным отмечена сильная доля. То есть первый удар. Раз, два, три, четыре. И так далее. То есть по всему треку они расставлены. И самое главное, чтобы вот эта черта соответствовала реальному началу бита на вот этом изображении. Для этого я увеличу масштаб. И здесь мы видим, что она четко совершенно прикрепляется вот к этому рисунку. Для того, чтобы лучше это увидеть, вот здесь есть клавиша, которая позволяет показать один проигрыватель. Вот таким образом. И, соответственно, здесь уже полное изображение. Очень-очень все удобно здесь делается. Вот мы увеличиваем до максимума и видим, что эта черта совершенно четко прикрепляется к вот этому рисунку. Понятное дело, что визуально это, ну то, что я вижу, что она здесь все нормально на первый взгляд. Это не совсем может оказаться верным на практике. Далее покажу, в чем смысл. Тем не менее, сетку можно смещать при помощи вот этих стрелок. Вот посмотрите пример, когда сетка расставлена неудачно. То есть вот здесь начало бита, оно фактически находится вот здесь. А черта смещена вправо. Или ее можно выправить, сместив влево. Также более удобный способ, когда вам не нужно тысячу раз нажимать на эту стрелочку. Вы можете подвести начало бита вот к этой белой линии. Вот таким образом. И нажать на эту клавишу. Вся сетка по треку смещается к этой черте. Дальше уже там чуть-чуть можно ее подвигать при помощи стрелок. Вернуть масштаб к исходному вот здесь. Бросить масштаб и смотрим. Перематывать можно таким образом трек. Можно вот здесь в нужное место указывать. И он автоматически вам выводит вот это изображение в этом месте. То есть тут в интерфейсе ничего сложного нет. Кстати, вот вся работа вот с этими вещами, то есть с сеткой, проводится в меню Grid. Вот тут. А работа с метками и горячими вот этими метками быстрого удовольства проводится в меню Q. Вот тут. И петли также здесь выставляются. Что касается сетки, закончим этот момент. Соответственно, мы на глаз увидели, что все окей. Дальше, соответственно, переходим в двойной режим. Загружаем наверх этот трек, сюда вот этот трек. И самое главное, чтобы они на слух вот эти два трека сходились при их синхронизации. Это будет являться самым главным подтверждением того, что сетка выставлена правильно. Итак, вот начну проигрывание отсюда, вот этого трека. Ну то есть здесь уже Outro. И вот здесь запускаю следующий трек. Далее, если я хочу что-то скорректировать, то я вот пелком и стрелку правую. Вот он будет, соответственно, обслушивать этот материал. Ну вот он, нормально звучит. Это говорит о том, что сетка выставлена правильно. Дальше, весь свой плейлист вы вот таким образом попарно треки сравниваете, слушаете и делаете так, чтобы сетка была выровнена совершенно правильно. Потому что если сетка будет стоять неправильно, то, во-первых, вы не сможете играть на синхронизации на пионер. Ну, если кто-то не играет на синхронизации, то основной минус неправильно поставленной сетки будет то, что все ваши метки будут прикрепляться неверно. То есть, если вы ставите, например, кью метку, то она прикрепляется именно по сетке. И если, соответственно, сетка стоит неправильно, то у вас метки будут тоже криво установлены. Я думаю, это понятно. Расставили мы треки по порядку. Поставили, выровняли сетку. Дальше начинаем смотреть дополнительные функции. Опять же, далеко не буду ходить. Оставлю эти два трека и покажу, что можно здесь сделать. Обратите внимание, вот эти memory метки, которые обозначаются вот таким красным треугольничком, вот здесь, также они отображаются на 900-х проигрывателях, на 2000-х проигрывателях. Именно вот такими красными меточками выставляются в меню Q. Соответственно, вот здесь есть в одиночном режиме меню Q. Вот мы перешли. Их можно устанавливать при помощи memory. Сейчас покажу, как делается. Но я предпочитаю работать всегда в двойном режиме, и поэтому вот здесь они обозначаются клавишей memory. То есть они могут быть здесь установлены. Используются эти метки для разных целей. Я, например, ставлю их для того, чтобы себе же показать, в каком месте мне запустить трек. То есть, например, запускаю вот здесь в конце последний дроп. Вот здесь. Я останавливаю трек, ставлю на паузу. Далее нажимаю на Q. Обратите внимание, вот о чем я говорил. Сейчас трек, он прицепляется, как бы, вот к этой белой линии на основании сетки. Если бы сетка стояла неправильно, то он бы прицепился неровно. И когда я нажал на Q, я могу нажать на memory, вот здесь. И обратите внимание, что вот здесь установилась метка. Теперь я понимаю, что вот в этом месте я должен буду запустить следующий трек. Опять же, если это нужно, если вы прекрасно знаете свой материал, если вам некогда этим заниматься, расставлять эти метки, то это совершенно не обязательно. Я, например, сам делаю вот эти операции, если там у меня какой-то сложный сет, где мне нужно прям конкретно не ошибиться. Или если я работаю с новым материалом, и мне не было времени как следует его там послушать и прочее, и прочее, и прочее. То есть, это уже какие-то дополнительные вещи, которые вам просто немножко могут облегчить жизнь. Поехали. Запускаем трек. Вот тут я вижу, что уже подходит. Подходит, и здесь нажимаю play. Они идут сейчас оба вместе. Вот здесь есть crossfader. Вот я слышу трек B. Сейчас слышу трек A. Ну и, соответственно, вы можете эмулировать, то, что у вас будет происходить в танцполе. Вот у меня играет трек A сейчас. Вот здесь я уже вижу, что здесь будет яма. И вот к этому моменту я должен буду поменять попросту на треке. Там происходит процессоризация на микшере. И уже вот к этому моменту у меня должен звучать новый трекер. Вот здесь эквалайзера нет, и я при помощи, соответственно, троса их просто ухожу на крок. Вот так. Сейчас уже пошел следующий трек. Этот я выключаю. И, в принципе, сведение первого трека со вторым я, ну, уже примерно я понял, как они будут звучать. Если бы меня, например, не устроила вот эта метка, я могу ее сместить. Ну и, соответственно, там уже определять, каким образом я построю свой трек. Дальше запускаю следующий трек. Уже вот сюда слушаю здесь. Здесь также могу перемотать. Вот последний дроб. Еще раз смотрите, ставить метку. Вот здесь нажимаю паузу. Нажимаю на Q. И ставлю метку при помощи клавиши Memory. Вот так все легко делается. Немножко перемотаю, проверю, как звучит по следующей треке. Здесь интро одна минута, поэтому они не так долго. Есть треки, которых интро 30 секунд, 15 секунд. И, соответственно, чем у вас короче интро, тем эта метка будет больше смещена к концу трека. При помощи синхронии, естественно, сами включат место. Ну и вот здесь мы можем есть трекер. Также можно с легкостью понять, какие треки хорошо вместе звучат, какие нет. И, соответственно, уже с учетом вот этих всех вещей, менять порядок. Но при этом сохраняя динамику микса в целом. Итак, значит, еще раз пробежимся. Сделали плейлист. Закинули в него музыку. Выровняли треки по порядку. Отрегулировали сетку на всех треках при помощи их одновременного запуска. И слушаем, чтобы они звучали хорошо вместе. Дальше можно поставить метки. Опять же, это на ваше усмотрение. Которые позволят вам более легко ориентироваться по вашему миксу. Это, скажем так, косвенное применение меток. То есть они, на самом деле, нужны для того, чтобы с них играть. И вот здесь я вижу, что яма одна минута. Извиняюсь, интро одна минута. Вот. Вот она, одна минута по таймингу. И, например, я не хочу, чтобы у меня был такой длинный интро. Я могу поставить метку вот здесь. И уже, когда я этот трек поставлю, подготовлю к воспроизведению, я могу вот здесь в меню метки нажать стрелочку call. и она у меня, ну, трек будет, соответственно, начинаться уже отсюда. Ну, и такие метки можно ставить в любом месте. Если вы не хотите слушать интро, если вы хотите сразу начать трек там с дропа или с ямы, или с любого места. То есть это их прямое предназначение. Вот в этом примере, вот здесь, я показал, как можно использовать метки просто, чтобы себе помочь немножко. Так, далее. Все метки, которые мы ставим на треке, отображаются вот здесь. Их можно удалять вот таким образом. Также, помимо меток memory, мы можем ставить вот эти метки. У меня рекордбокс третьей версии, сейчас есть четвертая, там их, соответственно, больше. По-моему, их там 8 штук. Ну, честно сказать, в трех мне, например, вполне достаточно. Если кто-то играет и использует их уже как сэмплер, то, может быть, может понадобиться и больше их. Это, опять же, на ваше усмотрение. Далее. Вот здесь есть функция петли. In, out. In, out. Вот она повторяется. Здесь ее можно сокращать. Ну, и также выход из петли. Read loop запоминает последнюю петлю, и при нажатии на эту клавишу он может превращаться. Довольно сомнительная функция. Ну, и тоже сомнительная, это просто можно проверить, как это будет звучать. Но такие вещи все-таки лучше делать на выступлении, и уже там этим заниматься. Здесь, в принципе, с этим блоком, что вам подсказать, не знаю. Если вы как-то найдете ему реально полезное применение, можете написать в комментарии, поделиться своими наблюдениями. Итак, что еще важного? Обратите внимание, что я закинул сюда треки, и у меня вот эти первые метки были выставлены автоматически. Это делается вот здесь, в настройках, есть анализ, и вот здесь установить метку памяти при первом такте дорожки во время анализа. Вот эта галочка, она позволяет выставлять вот здесь метки. Ну вот уже у меня обрисовывается плейлист. В принципе, я понимаю, как я буду сводить эти треки. Дальше я не стал их уже ставить метки, потому что, я думаю, все и так здесь ясно предельно. Уже я понимаю, как я их буду сводить, и сколько бы у меня не было там наименований, уже все это будет мне понятно. Таким образом, сохраняется все автоматически, если я программу закрою и открою заново, этот плейлист у меня будет на своем месте, и ничего здесь никуда не денется. Результатом всей этой работы будет являться то, что я скину этот плейлист на флешку. Итак, я устанавливаю флешку. В рекордбоксе она сразу отображается. Вот здесь. Ну и правой кнопкой мыши, нажимая на плейлист, экспорт списка воспроизведения. Здесь показывается, как протекает этот процесс. Некоторые треки могут не совсем хорошо быть проанализированы программой. По разным причинам, в общем, это может происходить. Для того, чтобы этот момент предотвратить, здесь есть функция динамического анализа. Вот, посмотрите, я заряжу трек сюда. Вот тут это делается, динамический анализ дорожки. Это несколько другой алгоритм анализа, и трек заново выстраивается вот здесь. И по-другому уже он начинает, ну, сетка по-другому себя ведет. Я хочу что сказать, если у вас все окей при обычном анализе дорожки, то не стоит времена динамический. Потому что он действительно работает в том случае, если трек некорректно проанализирован был изначально. Тем временем здесь у нас скинулся плейлист на флешку. Здесь смотрим списки воспроизведения, вот он, сет один. Наряду с этим плейлистом у меня здесь есть и другие. Ну и, собственно, вот сейчас, если я эту флешку устанавливаю в CD-проигрыватель, то у меня будет все то же самое. Естественно, количество фишек и функций зависит от того, какой проигрыватель у вас. Если это 2000-ый Nexus, то там практически все, что мы здесь видим, там есть. Если это 850-ый, то там нет вот этих горячих меток. И там все это выглядит, скажем так, попроще. Итак, вот я устанавливаю флешку USB 2. Обратите внимание на экран. Вот здесь появляется несколько вот этих папок. Артист, альбом, трек. Это те критерии, по которым можно сортировать треки. Если я захожу в папку Артист, то они сортированы по артистам. Если в альбом, то по альбому и так далее. Но меня интересует вот это. Плейлист. Вот мои плейлисты. Мы их видели в Rekordbox. Сейчас они на флешке, соответственно. Set 1, который мы с вами составляли. И вот 4 трека, которые мы сюда отобрали. Первый трек я заряжаю в левую деку. Вот, обратите внимание, на нем установлена метка, которую мы ставили. При помощи клавиш Call я могу перемещаться. И вот сейчас, соответственно, он будет начинаться уже с этой метки. Далее я возвращаюсь к плейлисту. Второй трек я устанавливаю во вторую деку. И здесь также присутствует метка, которую мы поставили с вами в Rekordbox. Мы можем воспользоваться функцией Sync. Вот, обратите внимание, эту деку я сделал мастер. Temp 127. Здесь я нажимаю Sync. И здесь также трек становится в темпе 127. Все метки, которые я буду устанавливать здесь путем нажатия клавиши Play. Также я нажимаю Q. Вот она прицепилась сейчас к сетке. Также я устанавливаю метку при помощи клавиши Memory. Это делается уже на... В данном случае на RX, если у вас CD-проигрыватель, это может быть любой, 850-й, там также есть функции установки меток 2000-й, 900-й. Все делается абсолютно так же, как и в Rekordbox. Вот такая информация, друзья, о программе Rekordbox. Я надеюсь, она была для вас полезной. Оставляйте свои вопросы, пожелания в комментариях. Подписывайтесь на канал Wikisound, подписывайтесь на мой личный канал. Будем на связи. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok